Вы жертва пропаганды, Юрий. И тут уже страшно. Это просто у вас богатое воображение. О, туалет отдельный. Вот тут вы, кажется, не правы. Извините, что я засмеялся. Если вы набираете больше 15-ти, я брей с налоса. А если вы набираете меньше 15-ти, вы забреваете усы. Когда в последний раз вы пожалели о том, что ввязались в президентскую гонку? Сегодня. Почему? Ну, потому что это не грязная борьба. Если ребенок тебе звонит и говорит, слушай, я не могу выйти из дома, потому что за мной ходит какой-то человек с камерой, то это становится уже неприятным. Когда, скажем так, задают вопросы не о том, что ты хочешь изменить в этой стране, а о том, а вот про вас сказали, что вы украли что-ли. Ну, это неприятно просто. Избирательная кампания не должна быть грязной. Мы же боремся не между собой, а мы боремся за судьбы нашей страны. Я согласен с любым человеком, который предлагает что-то хорошее для нашей любимой Родины. А тут получается какая-то, как будто, знаете, как грязная борьба. А в грязи всегда не хочется участвовать. Слушайте, ну вы же в политике не первый год, вы бывали в ней, и как будто вам не было известно, что политика равно грязь. Политика такого высокого уровня, как президентство, тем более равно грязь. Нет. Вот есть определенный уровень. Чем ниже, тем грязнее. Она говорит, а я думал, абсолютно убежден, что президентская кампания должна быть грязной, потому что это судьбы всего народа. Ну, действительно получилось так, что, ну, начало кампании, я думаю, что это в ближайшее время изменится, именно такое, ну, скажем так, не очень приятное. Но я не пожалел, это неправильное слово. Я просто сожалею о том, что люди, которые должны вести честную борьбу, а все-таки президентская кампания – это высокого полета такая кампания, она должна быть более чистой. А что вас в этой чистости убеждало? Она раньше велась честной? Президентских выборов нормальных в стране не было никогда. Последний раз, когда хоть какая-то конкуренция на выборах была, это самые нечестные выборы в истории, по крайней мере, нашей страны, 96-го года. А потом во всех выборах был ровно один кандидат. Это нормальные честные выборы? Был лидер или, как бы сказать, фаворит. Но кандидатов всегда было много. Другое дело, что… Подождите, Юрий, секунду. Вот я всегда говорю, что если все граждане без исключения придут на выборы, квалификации будут невозможны. Ну, потому что все бюллетени будут заполнены так, как нужно гражданам. И в этом случае квалификацией заниматься гораздо сложнее, чем когда не приходят на выборы. Когда… Я всегда говорю фразу, но она, кстати, не мной придумана, о том, что плохую власть избирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Слушайте, я вот рассчитывал о том, что мы начнем об этом говорить гораздо позже, но вы сами начали. Вот я вообще говорил сейчас не об этом, а вы начали с лозунга о том, что приходите на выборы. И знаете, какая цепочка выстраивается у меня в голове? У человека, которому в понедельник позвонили, как одному из многих людей, которые в ютубе что-то делают, и предложили. А готов ли ты сделать платную интеграцию о том, что приходите на выборы — это классно. И очевидно то, что эту платную интеграцию предлагают люди, которые так или иначе связаны с аппаратом президента России. Люди, которые понимают, что очень сложно в этом участвовать думающим людям, приходить голосовать на таких немножко фейковых выборах. И вы, я пришел к вам поговорить про совхоз, про бизнес, про вашу президентскую компанию, и вы начали с этого лозунга. Начали вы с… У меня подозрения. Так. Почему у меня такие подозрения? Что вы начали с того же лозунга, с которого в понедельник мне и другим людям, которые на ютубе делают популярные проекты, стучались какие-то очень сомнительные люди. Хорошо. Если я сейчас скажу, что 31 декабря — Новый год, вы со мной не согласитесь? Соглашусь. А если я вам скажу, что в сентябре прошлого года, когда еще никто и не думал, что я буду кандидатом в президенты, я говорил то же самое, только на муниципальных выборах. А шесть лет назад, когда я был депутатом, ну, кандидатом в депутаты Госдумы, я говорил то же самое. А если ровно в 97-м году, то есть практически 20 лет назад, когда я первый раз баллотировался и избрался депутатом областной думы, я говорил то же самое. Это мое жизненное кредо, которое совпало с какими-то мыслями каких-то чиновников. Вот так вот. Потому что что такая интеграция, как вы сказали? Реклама. Реклама. Значит, вот это все на самом деле — это мое жизненное кредо. Я всегда считаю, что лучше быть активным, чем потом говорить, вот значит, власть, я ее не избирал, а она там себе не то сделала. Давайте вспомним день и обстоятельства этого дня, когда вы приняли решение идти на выбор, когда лампочка зажглась в голове. Получилось совершенно по-другому. У нас было несколько кандидатов, которые были выдвинуты лево-патриотическим фронтом, и пошло голосование на сайте левого фронта. И неожиданно для меня в первом туре победил Болдырев, а во втором туре вот эти люди, которые меня, на мой взгляд, ну скажем, знали только по моим выступлениям, проголосовали, что я вроде бы первый из равных кандидат, которого нужно выдвинуть. А потом четыре человека были выдвинуты национально-патриотическим фронтом и предложены коммунистической партией Российской Федерации. Это был Болдырев, Соболев, Баглаев и, я не помню, кто четвертый, но был еще Квачков, но это было политическое. Одинаково неизвестные люди, да? Ну из всех пятерых они предложили это съезду, съезду КПР. И окончательно вот предложение я получил 22 декабря. Это было неожиданно, и хотя об этом говорили и депутаты Государственной Думы от КПРФ, и Геннадий Андреевич Дюганов. Смотрите, то есть вот все эти четыре человека, ну то есть уже когда их выдвигали, было понятно, что кто-то из них пойдет в кандидат. Нет. Помимо этих четверых, которые предложило национально-патриотическое движение, были еще люди в КПРФ, их тоже очень много. И Андрей Клочков, и Афон. И все это осень, 2000 и зима даже? Нет, это зима. Считаете ли вы нормальным, что кандидат в президенты от партии с достаточно большой аудиторией, ну скажем так, от фланга с большой аудиторией политического, кандидат в президенты определяется за три месяца до выборов? Я считаю, что именно это сделано правильно, потому что вы слышали про Эмирис, да? Да. И это правильно или нет? Да, но их назначать нужно года за полтора, да, выборов. Разве нет? Подождите, нет. Для того, чтобы у человека было время проехаться по стране, провести нормальную агитационную кампанию, для того, чтобы… Вы назвали фамилии наверняка уважаемых мужиков, вот этих четверых. Я не слышал ни об одном. Ну вот так, чтобы я мог визуализировать его. Я слышал фамилии, но визуализировать я не могу ни одного. И кто-то из них теоретически за три месяца до выборов мог стать кандидатом на главную руководящую должность страны. Вы действительно считаете, что это правильная политика? А вы считаете правильным… То есть, вы, кстати, как думаете, меня могли бы визуализировать в декабре? А, ну, где-то рядом бы в этой визуализации обязательно была бы клубника, вот. Но я бы смог это сделать, поскольку с этой клубникой все-таки вы в медиа появлялись довольно часто. Да. А теперь интересный вопрос. И через… ровно через две недели на сайте… не на сайте, а при голосовании «Вести.ФМ» Грудинин Путин Жириновский, Владимир Жидольфович Соловьев сказал, что я набрал 45%. А Путин – 50%. Объясните мне вот этот феномен. Вы бодро говорили в те моменты. Нет. Подожди, бодро говорили. Но вы же говорите, что нужно за полтора года заниматься этим. Да. Так мы этим занимались. Каждый из этих людей по-своему очень известен. А Геннадий Андреевич Зюганов, как по-вашему, известен? Про Геннадия Андреевича Зюганова будет отдельный блог, но чуть позже. Сейчас будет небольшое погружение в историю. Англия. 1831 год. Британское адмиралтейство отправляет в кругосветную экспедицию корабль «Бигль», на борту которого в числе прочих оказывается тогда еще просто 22-летний выпускник Кембриджа Чарльз Дарвин. Корабль за время экспедиции исследует оба побережья Южной Америки, Австралию и Южную Африку. И через пять лет, пять лет возвращается обратно в Англию. Дарвин привозит из путешествия огромное количество находок и наблюдений, которые становятся основой главной книги его жизни – «Происхождение вида». Если совсем упрощать, в этой книге два главных тезиса. Человек произошел от обезьяны. От обезьяны! Естественный отбор – ключевой фактор эволюции. И вот интересно, для чего я все это сейчас рассказал. А вот для чего. Модель Томас Эрншоу «Бигль» появилась много лет спустя по мотивам того самого путешествия, во время которого на корабле «Бигль» использовали хронометр британского часовщика Томаса Эрншоу. Часовой бренд, носящий его имя – это микс классического британского стиля с эффектными современными деталями. Вся коллекция Эрншоу делится на две линейки – швейцарскую и японскую. И обе можно зацепить с очень приятной скидкой в магазинах Best Watch. Я отношусь к вещам крайне практично, но в моем окружении по-прежнему много людей, для кого часы остаются важным аксессуаром про эстетику и имидж. Я воспринимаю часы как лучший подарок. Если мне кого-то с чем-то нужно поздравить, первое место, куда я бегу – это часовой магазин. Если это тоже про вас, Best Watch – лучшее место для того, чтобы радовать себя и близких. Более 25 тысяч часов от ведущих мировых брендов под разный бюджет и формат. Прямая коммуникация с производителем и только официальные поставщики. Скидка до 30-50% от европейских цен на ряд моделей, а вообще скидки добирается до 70%. То есть почти в четыре раза. Четыре раза дешевле. Переходим по ссылке в описании, вводим промокод «ВДУДЬ» и получаем 15% скидку на весь ассортимент магазина Best Watch. И 5% на те модели, на которые скидка уже и так есть. Выбираем стиль рок-н-ролл. Поехали дальше. Блин, Серега, это запонки. Как жалко, что я их не ношу. У Джексона в апреле день рождения, надо будет ему подарить. Насколько верна информация, что «Земляника» — это десятая часть доходов ЗАО «Совхоз» имени Ленина? Ну, в каждый год по-разному. Если мы в этом году получили от «Земляники» 270 миллионов дохода, а наш оборот, наверное, в этом году около 2 миллиардов, то больше. Оставшийся миллиард 700 — это сдача в аренду. И что еще? Вообще, на самом деле, знаете, что такое сдача в аренду? Это когда на вашей земле проходит газопровод, и газовики хотят его отремонтировать. И ты говоришь, вы не можете без рекультивации, без аренды подойти к своему газопроводу. Ну, потому что так написано в законодательстве. Тогда они вам платят достаточно большие деньги, которые вы направляете на развитие производства. Но или они долго ходят и оформляют землю под... Ну, государственные и муниципальные нужды есть такое понятие, да? Временные отводы. Или они платят вам арендную плату, которую вы им говорите. А, так, так. Но, вот дальше. Вы сегодня видели дома, которые мы построили? Да. Ну, вот, и когда вы строите дома и обеспечили всех своих работников, а также учителей, врачей квартирами, то излишки этих квартир вы продаете. Если себестоимость строительства жилья, ну, вот одного квадратного метра где-то порядка там 35-40, ну, чуть больше в последнее время тысяч, а продаете вы по 100-110, то у вас появляется доход. Угу. И этот доход вы направляете на строительство социальных объектов. Угу. И поэтому вы становитесь как будто бы богатым, но если вы построили на эти огромные деньги школу, детский сад, там, парк, бесплатный фитнес, или, там, ну, оплатили обеды для школьников, кого это должно раздражать? Но все равно в формате всех доходов, насколько я понимаю, все-таки земляника, клубника — это такая, скорее, маркетинговая пиар-история. — Неправда. Просто государство сделало так, что производство сельхозпродукции вообще невыгодно. На нем заработать невозможно. Хотя, кстати, вы знаете, такая есть поговорка, американцы говорят, что если вы хотите красиво разориться, вы должны потратить деньги на женщин. Если быстро, то пойти в казино. А если совершенно, скажем так, без удовольствия, то вы должны вложить деньги в сельское хозяйство. У нас получилась очень интересная картина. Сельхозпроизводство не поддержано властями и государством, и не датируется. Но бедное население не может купить продукцию натуральную по высокой цене. А вот цена на газ, солярку, электричество растет повсеместно. И поэтому прибыль от сельхозпродукции практически изымается у тебя через налоги, через тарифы, через административные барьеры. И надо... Вот, кстати, это есть в нашей программе, в моей программе о том, что нужно сделать производство выгодным, а не банковскую деятельность, не тарифные вот эти вот корпорации. И, кстати, государство может легко это сделать. Через кого проходит вся аренда в совхозе именной линии? Через совхоз именной линии. Да. А кто занимается этим? Начальником отдела аренды является мой сын. Но вообще-то, на самом деле, аренда — это совместная деятельность начальника отдела аренды, который ищет арендаторов. И тех главных специалистов, на территории которой сдаются вот эти арендные участки. Ну, не участки, а территории. Это важная история и довольно, ну, начальник отдела аренды. Почему там работает ваш сын? А почему вы не задаете вопрос, что мой двоюродный брат работает слесарем на ферме? Или, например, мой второй? Где он работает? С лесарем на ферме. Угу. Ну, нет, а другой? Не-не-не, я сейчас говорю не про этот, не про... Вас заинтересовал мой сын? Да, про сына. Смотрите, вот насколько для вас... Люди делятся на два типа. Один — это тот, кто окружает себя родственниками, друзьями, и потом попадает под ваш объект критики, когда вы выбираетесь в президенты. Я имею в виду Владимира Путина, которого вы критикуете, в том числе за то, что вокруг него там друзья и очень лаяльные ему люди. И люди — те, которые намеренно никогда родню и близких не наймут на работу, на важные объекты, потому что... ну, потому что не наймут. Они считают это неправильным. А к какому типу вы относитесь? Я отношусь к типу людей, которые работают в совхозе «Земель Ленина». Посмотрите, как получилось. Мой отец работал здесь замдиректора по экономической политике. Моя мать была бухгалтером. Одни, мой дядя, был холодильщиком. Другой — трактористом. Моя сестра работала агрономом. Моя бабушка работала рабочим охраной. Один, мой двоюродный брат, работал бригадиром фермы. Другой — слесарем, я вам о нем говорил. Моя тетя работала в совхозе в детском саду воспитательницей. Другая — еще одним агрономом. У нас династия в совхозе, которая насчитывает больше 250 лет работы в общей сумме в совхозе. И так в любую сельской местности вы найдете вот такие династии, которые работали на одном предприятии. Мой сын, кстати, в 12 лет, так же, как и я здесь, начинал работу грузчиком. Хорошо, смотрите. Вы в эфире Первого канала цитировали Ли Куан Ю. Человека, который из Сингапура, из отсталой страны, сделал, в общем, одну из жемчужин мировой экономики. Ваша цитата, его точная цитата, которую вы приводили. «Коррупция исчезнет, когда вы посадите двух своих ближайших друзей за коррупцию». Давайте представим ситуацию. Если вдруг вы узнали, ваш сын на этой должности ворует. Как вы себя поведете? А на этой должности можно воровать? Нет. Так же, как с любым работником, который ворует. Мы просто увольняем их по недоверию. Кстати, у меня был такой случай, один из моих лучших друзей. Мы заподрозили его в интересах собственных. И он ушел из совхоза. Мы не стараемся... Вы не слышали, такая есть фамилия Филькин, да? Он там часто с нами борется. Ну, неважно. Так вот, человек, который попался на воровстве, например, бензина, или на том, что пришел пьяный, он должен быть уволен. Другое дело, что ты сам, как руководитель, не принимаешь решения о увольнении. Ты должен дать возможность человеку исправиться. И второе, слушать тех руководителей, которые с ним работают. Потому что у каждого есть шанс на ошибку, должен быть. Вы уволите сына? Конечно, однозначно. Чем занимаются ваши другие дети? У вас четверо детей, я правильно понимаю? Да, но я бы не хотел, учитывая то, что избирательная компания сейчас идет вот так грязно, рассказывать о своих детях. Можно без имен, просто чем они занимаются. Один начальник отдела аренды. Двое ходят в детский сад. А один работает бизнесмен, то есть не работает, у него свой бизнес. У него, по-моему, два ресторана. Но я считаю... Вот, кстати, старший сын, он достаточно хорошо... Где эти рестораны? Ну... Один в Вегасе, а другой в Москве на... Я там был два раза всего, поэтому это район, по-моему, Волгоградского проспекта. Угу. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Мы сейчас находимся в, я так понимаю, в паре километров от города Видное. Я в нем жил в свое время. И ровно одна причина была, почему я уехал. Мне там очень нравилось, хоть там нет метро, это как бы Подмосковье. Московский коксогазовый, мать его, завод. Он пах так, что как только я первый раз учуял это, я чуть не сожрал свои локти, понимая, что я привез свою семью туда. Вопрос. Павлу Грудинину, который входит в состав всех ленинских образований, советов депутатов и всего остального, который сам живет в паре километров от этого Мечеловского завода. Павел, неужели вы этот запах никогда не чувствовали в поселке Совхоз имени Ленина? Да, чувствовал. Но вы знаете, что экологией у нас занимается государство. Подождите. Это не экология. Экология, когда ты живешь целенаправленно выбрал… Ну, то есть ты… Дорога, которая шумит, понятно, что это коптильная, это в общем вредная и все остальное. Это запах, который как будто душит тебя. И там живут тысячи людей, десятки тысяч людей, и там строят и строят новое жилье. Почему вы, когда были и до сих пор находитесь в власти Ленинского района, ничего не можете сделать заводом для того, чтобы он перестал так вонять? Еще раз. Вы знаете, что есть разные ветви власти. Так. И у каждых есть полномочия. Так, полномочия по обеспечению экологии в городе Видное и вообще на всей территории Московской области три года назад были переданы из федерации губернатору. И именно он ответственный за то, чтобы экология в нашем регионе была хорошей. А куда вы переехали? На юг Москвы. На юг Москвы? То есть рядом с заводом Капотня? Нет. Нефтеперерабатывающий? Другое место. То есть там, где пахнет фенолом и другими… Нет. Я переехал в место, где прекрасно пахнет. Я боюсь, что вы не правы, потому что во всей Москве экология примерно такая же, иногда даже хуже, потому что Роза Ветров, чтобы вы знали, с кексогазового завода и с ТЭС-22 идет прямо туда, где вы живете. И поэтому надо не только здесь, а везде сделать такую экологию. Павел. Читайте программу «20 шагов». Павел. Это уход от ответа сейчас был. Еще раз. Давайте, окей. До этого эфира, который посмотрят, допустим, миллион человек, может быть, несколько миллионов человек. Я от вас ни разу не слышал поднятия вопроса о том, что завод в Видном портит жизни десятков тысяч людей. Правда. Мы поддерживали экологов, которые боролись с этим заводом. Кстати, там, чтобы вы знали, с того момента, как вы уехали, некоторые вредные производства были вообще закрыты. Пахнет до сих пор. Да, когда идут выбросы, но… Я даже как в Домодедово аэропорт еду иногда… Слушайте, я об этом знаю. Мало того, мы вызываем постоянно СЭС, потому что у нас тоже тут пахнет этим заводом. Но пока государство не закроет этот завод или не заставит фирму Мэтчел сделать такую экологическую… Фильтр. Да. Я, знаете, был на одном заводе в Словакии, значит, в центре столицы. Он когда-то, это нефтеперерабатывающий завод, делал так, что река рядом с ним зажигалась, горела. А сейчас там такая экология, что можно… А вы в каких отношениях с мужиками из Мэтчела? У меня нет с ними отношений вообще. Но если бы я мог, я бы предлагал им закрыть железную дорогу, потому что она нам мешает купить ее. И они отказались, потому что это крупная структура, которая нам не по зубам. Напомните, как вы относитесь к цензуре? Крайне отрицательно. Но есть самоцензура, вы знаете. Да, конечно. И поэтому некоторые вещи, которые делают журналисты, они все-таки должны заниматься самоцензурой. Лучший лидер России за последние сто лет, на ваш взгляд? Сталин. Почему? Ну, а какой еще из лидеров? Ну, если не считать Ленина. Но Ленин теоретиком, ему не удалось претворить многие свои, скажем, идеи в жизнь. Ну, просто у него жизненного пути не хватило. Но, кстати, он заложил основы национальной экономической политики, новой экономической политики. А вот Сталин, человек, который добился для страны… Вы знаете, что такое? 15% роста ВВП в год. Вот сейчас Китай дает 6-7, а среднемировые темпы роста ВВП – 3. Это человек, который сделал из абсолютно неграмотной страны страну с самым лучшим образованием. Он говорит, вы знаете, что во времена войны… То есть англичане и американцы были поражены… Какая у нас советская медицина? Количество солдатов, вышедших из строя, ну, или погибших, по сравнению с американцами, было в 10 раз больше вернувшихся строй у нас, чем у американцев. И этот человек за достаточно короткий период, после, вы помните, 1945 года, после разрухи, после того, как все было разрушено, города лежали в руинах, а строил страну так, что она запустила в космос. А напомните, кто строил вот эти заводы в Магнитогорске и во всех других местах? Советские люди. Вы упустили, по-моему, какое-то определение? Нет, советские люди. Заключенные советские люди. Нет, секунду. А кто строил Санкт-Петербург? Вы слышали фразу о том, что Санкт-Петербург построен на костях крестьян? Ну, конечно. И поэтому я вам больше скажу... Но мы сейчас говорим не про Петра Первого. Мы сейчас говорим про... Мы сейчас говорим про то, что... Вся та история, про которую вы хотите сказать, про подобрал Сахой, а забрал, оставил с атомной бомбой, это же делалось зэками. А давайте я вам пример. Репрессированными людьми. Мой отец родился в 1932 году. Так. 85 лет назад, как раз через 15 лет после революции. И тогда же, примерно в то же время, Сталин стал руководить нашей страной. Отец рос в Вологде, в семье, где было 10 детей. И он получил образование, которое позволило ему в там, в деревне, в Вологде, после того, как Сталин начал руководить страну, получил такое образование, что приехал сюда, вот в Тимельскую сообщественную академию, и поступил в институт, и стал дипломированным специалистом. А потом, вот в этом совхозе проработал, ну, с 1960 года он работал, и до сих пор работает у нас здесь, где-то экономистом. Ну, конечно, что возраст уже не позволяет работать полный день. Значит, но он вырастил меня, получил благодаря Сталину квартиру. Ну, естественно, даже не так. Я бы сказал, благодаря социалистическому принципу, который был в нашей стране главным. А потом, выучив не только меня, но и сестру, стал достаточно хорошо зарабатывать. Я очень рад за вашего отца. Да. Но... Помните наш разговор про четырехкомнатные квартиры? Так вот, совхоз, в конце концов, дал ему четырехкомнатную квартиру. Хорошо. Я рад за вашего отца. А как мы оценим, как мы оценим... И так огромное количество советских граждан, которые получили все блага благодаря тому, что руководил нашей страной Иосиф Виссарионович Сталин. Замечательно. Что мы... Как мы тогда оцениваем... Мы оценили судьбы вашего отца. Как мы оценим судьбы миллионов людей, которые были репрессированы и провели свои годы в строительстве заводов не по своей воле, или просто в том, чтобы в лагерях проводить время? Ну, давайте так. В любом государстве есть определенные этапы истории, которые потом оцениваются потомками отрицательно. Ко мне тут приезжала китайская делегация, которая говорит, знаете, Мао Цзэду на 60% прав, а на 40% не прав. И вы в деятельности любого человека, вот директора совхоза, например, руководителя, может найти отрицательные стороны. Вот вам кажется, что он жесток, он требовательный. Жесток? Ну, жесток, скажем так. Ну, вот так. Значит, когда вы начинаете вести коллектив куда-то, вы вынуждены принимать какие-то иногда непопулярные решения. Но главный результат. Знаете, почему Сталин по опросам общества всего, больше 60% людей оценивают его деятельность положительно? Так вот, особенно сейчас в Остре. Знаете, почему? Потому что этого человека боялись так и боялись никого. Потому что это... А страх, видимо, генетическое чувство. Неправда. Он был справедлив. Человек после того, как он умер, после смерти которого осталось 2 пары стоптанных сапог и 2 кителя, и больше ничего, но страна была великой, воспринимается народом положительно. Напомните, напомните, куда попадали советские солдаты, представители великого советского народа, выигравшую главную войну 20 века, те, которые в плен попадали к немцам. Куда они попадали по приезду в Москву? По-разному. Я не помню. Нет, не по-разному. Напомните, Павел, я забыл. Я не знаю. Вы что имеете в виду? Они в лагеря попадали. Подождите. Это правильное отношение к людям, которые... Только напомните мне, куда попадают некоторые граждане, которые просто делают репост в это вот сейчас время. Репост каких-то документов, которые считаются некоторыми экстремистическими... Я не собирался Путина со Сталином сравнить. Не-не, подождите. Я говорю о другом. О том, что вы считаете, что есть время, когда есть... В это время есть люди, которые не согласны с чем-то, да? И не надо ничего сравнивать. Надо говорить о том, что это наша история. Мы все время пытаемся копаться в нашей истории и чувство вины какой-то. Хорошо, подробно. Сталин преступник? Нет. Человек, который загубил миллионы жизней, не преступник? Слушайте, а тот, кто сделал так, что миллионы людей не получали заработную плату, не получали пенсии, миллионы погибли в бандитских разборках, это кто? Преступник? Вы говорите про Бориса Эльцина. Подождите, я этого не говорил, это вы сказали. Ну, очевидно, что вы его имели в виду. Значит, ну вы имели в виду его. Вот вы же знали этого человека? Я имел в виду среду 90-го года. Так это преступник или не преступник? А-а-а... Вот вы и замялись. И поэтому... Нет, я бы сказал, что нет. Слушайте, а можно ли такому человеку построить огромный центр и рассказывать... А вы были в этом центре? Да. Я не пошел, но один из моих товарищей был. Знаете, там просто пропаганда. Потому что как будто бы не было страшных вот этих вот лет, когда люди умирали практически от недокорма. Давайте представим, что Сталин пришел к власти. Как вы думаете, что с вами было бы? Я бы получил звание Героя социалистического труда. Мы вот тут были в Куйбышеве. Разве? Подождите, я вам сейчас расскажу, почему. Ну, теперь это называется Самара. Вы сказали, Куйбышев, да? Да. Он говорит, там есть такой объект показа, бункер. И там висят различные, в том числе, приказы Сталина. И рассказывает, как он мотивировал людей, чтобы вместо одного самолета Ил-2, в ужасных тяжелых условиях, люди стали делать в день 20 самолетов. И что он писал людям, которые, ну, телеграммы какие слал, и почему они выполняли его приказы, а потом ковали обороноспособность нашей страны. Благодаря, в том числе, железной воле Сталина. Благодаря страху оказываться в тюрьме. Нет, вы знаете. Благодаря страху то, что воронок приедет к тебе во двор. Павел, вы когда-нибудь испытывали такой страх? Вы можете себе представить жизнь человека, то, что вы в своей квартире в совхозе Нельненина, вы засыпаете и прислушиваетесь к тому, что едет. На ваш взгляд, это мифы? Такого не было? Юрий, я вам другое расскажу. Нет, подождите, ответьте, такого не было? В это время мой дед и моя бабушка родили десять детей. Да. Выучили их всех. Дали им образование, и они... То есть то, что их пронесло, отменяет то, что были и другие примеры. Слово «их пронесло», как-то раздвойственно звучит. Но я вот вижу, что вы, кстати, тоже, на мой взгляд, так сказать, ну, жертва пропаганды. Конечно. Потому что вы пытаетесь не говорить о нынешних проблемах, а пытаетесь найти наши проблемы в прошлом. Не совсем, я хотел узнать ваше отношение к ним. Смотрите. Я вам рассказал об отношении к Сталине. Да, мы про это, да. Вы сказали. Вы сказали, что вы получили героя социалистического труда. Я бы получил тогда. Да, вы бы получили. А вы точно... Я бездар, невежда историю знаю там вершками. Я никогда этого не скрывал. Но даже, даже мой скудный мозг подсказывает, что вас и другая судьба могла ждать. О раскулачивании вы слышали когда-нибудь? Подождите. То, что я в наше время вложил деньги нашего предприятия в строительство объектов для детей, для пожилых людей. Что, я сам себя не раскулачивал, что ли? Кулаки, которым приходили и раздербанивали все то, что у них было, не вкладывали? Чем они отличаются от вас? Вы кулак 21 века. Давайте так. А вы что не слышали про белый террор? Про белый террор? Да. Когда людей, ну скажем так, низкого достатка, только потому, что они из другого класса общества, брали и вешали на столбах. Это ужасно и чудовищно. Я готов это признать. Но это оправдывает красный террор. Нет, я говорю о другом. Не надо копаться в прошлом и пытаться развести нашу страну на два лагеря. Вот все время, ну скажем так, люди, которые пытаются бить в клин в прошлое, а вы слышали, что Россия это страна с предсказуемым прошлым. Да. Мы все время переписываем историю. Так может перестать надо заниматься вот этим вещем, а заниматься будущим нашей страны и настоящим. Ну просто есть такая вещь, как не признав какие-то вещи, как в семье отношения нельзя наладить, если кто-то накосячил. Нельзя наладить отношения без того, чтобы кто-то покаялся, извинился. А кто каялся за Сталина? Все, без исключения. А вы что не помните 90-е годы? Хотя вы были молодым человеком. Мы же три раза уже по этому кругу прошли. Во всем виноват Сталин, во всем виноваты коммунисты. Пару последних вопросов про это. Сейчас, когда запретили показ фильма «Смерть Сталина», вы сказали, что, выдавая комментарии об этом, сказали, что это все равно, что снимать комедию про гибель Иисуса Христа, про распятие Иисуса Христа. Я правильно понимаю, что вы сейчас ставите в один ряд Иосифа Сталина и Иисуса Христа. Вам было бы неприятно, если бы сняли комедию про смерть вашей бабуши. Ну вот так взяли и сняли кинокомедию о том, что как умирает ваша мама. Если бы моя бабушка была бы публичным лицом, я бы был к этому готов. А приятно или неприятно, я бы засунул себе в одно место. А почему? Вы знаете, во многих странах мира, несмотря на то, что царь был, может быть, неоднозначным человеком, что памятники не сносят, потому что это наша история. И нечего смеяться над людьми, которые в могиле. Ну вот не нужно этого делать. И поэтому я считаю, что это никакое не искусство. Это издевательство над нашей историей. Прямо сейчас, мы перенесемся на 12 минут назад, там появится ваша цитата про «Я категорически против цензуры». Как вы относитесь к цензуре? Крайне отрицательно. Да. То, что вы сейчас говорите – цензура? Нет. Я считаю, что тут не цензура. Есть правила приличия. И если кто-то берет, выбегает голым… Кто определяет правила приличия? А это общество. Все? Нет. Устроим референдум? Нет. Почему? Вот, например, вы считаете, что по телевизору показывают все, что нужно показывать детям? Я считаю, что существуют тысячи сервисов, когда ты можешь показывать то, что ты хочешь показывать детям. Вы знаете, что, на мой взгляд, некоторые сервисы нужно ограничивать только потому, что ребенок сразу не может разобраться, а ему там рекламу, например, наркотиков дают. Где? Или суицид рекламируют. Павел. В синяки что-то вам говорит? Окей. Так. Так. И поэтому некоторые вещи нужно ограничивать. Вы согласны? Кто это будет делать? Кто? А кому вы поручили… Кто будет отделом цензуры? Павел, я хочу узнать его начальника. А я вам могу сказать, что со времён Древнего Рима было сказано, что государство должно лечить, учить и защищать. Защищать от порнографии – должно государство. Лечить больных – должно государство. Учить, что такое хорошо и что такое плохо – должно государство. Угу. И общество. Вы признаете, что сталинские репрессии были? Да. Сталин репрессировал людей? Да. Сталин убивал людей? Нет. Указы Сталина убивали людей? Нет. находимся сейчас это так называемый агротуризм это то место где дети могут сделать блины сейчас будет масленицы они тут будут делать блины могут сделать куклы из сена но это такая народное творчество мы же помните россия страна которая постепенно забывает что деревне есть а тут вы можете покататься на лошади кроликов половить вытащить яйцо это агротуризм вы знаете у нас приехали дети из москвы и вдруг стали кричать почему у вас корова не сиреневая думают что сиреневый корень милки вей и они тут дуют корову причем пьют потом это молоко для них это вообще ваш предвыборный штаб возглавляет геннадий зюганов назовите пожалуйста три вещи которые геннадий зюганов сделал для российского государства сохранил коммунистическую партию российской федерации вот очень скоро будет 25 лет когда нет на такой политической партии с такой платформы с такой идеологии вы не найдете причем эта идеология вот вы можете конечно удивляться но эта идеология победила и в норвегии и финляндии и в швеции и в китае вот эти социалистические принципы свободы равенства братства они на многих странах привели к тому что общество народ живет очень благополучно то его заслуга в том что он сохранил да то есть он сидел на на хозяйстве нет еще раз недостаточно это человек в политике находится все то время что вот я смотрю телевизор и вижу там какую-то политику с 90-х годов с начала 90-х годов там есть зюганов 2018 мне все-таки хочется спросить а что он сделал за это время и вы сейчас говорите сохранил партию да а не только идеологию вы поймете вот и вот вы сидите в переработанном общинном мире например да кто-то сохраняет огонь этот человек не работал что ли и поэтому человек который сохранил принципы мало того вы знаете я тут на в субботу был на пленуме я беспартийный но какое количество молодежи получала партбилеты ну я думаю что человек пятьдесят причем молодых людей нет нет подождите это повсеместно по всей стране я вам просто вот советую приехать весной на вручение пионерских на повязывание пионерских галстуков сколько пионеров а кстати вы не были пионер нет к счастью вот видите нет к сожалению потому что вы если вы видели пионерские организации поняли что это объединяет людей а зюганов на будет вашей команде обязательно геннадий андреевич зюганов это человек который ну вот если кто и достоин уважения то это геннадий зюганов зачем дедушки в политике он же в возрасте ему за 70 это не тот возраст когда надо отдыхать а вы про кого сейчас про америку знаете какой возраст у трампа 69 нет сколько уже за 70 и ничего а вы знаете сколько было лю канью когда он ушел спас по своего поста зюганов справиться не хуже лю канью слушайте я вам несколько лидеров мира которые не только в своем возрасте привели страну к победе но и развили ее дело не в возрасте дело в принципах а если геннадий зюганов а я считаю что это более даже достойные кандидатуры чем я на выборы в президенты победил бы то увидели как бы зажила наша страна вы сторонник прогрессивной шкалы налога абсолютно вот и в вашей предвыборной программе есть фраза богатеем в россии давно пора раскошелиться это такая фраза звучит вам действительно нравится как это звучит нет вот такого так голосового я не могу добавить добавить вот этого не знаю как даже назвать это то что вы сейчас делаем но богатые должны платить больше чем бедные это я говорю а по поводу фразы слово богатей и раскошелиться вот эта стилистика абсолютно тех времен как раз когда раскулачивали когда дворцы петербургские вот так вот ногой открывали и врывались говорили что здесь матросики жить будет вам не кажется что это просто одна стилистика не все когда вы разговариваете вот с аудиторией а сейчас вы видите как пафосно все это сделали вы вроде как играете на публику так нет я действительно считаю что это стилистически ну я богатую был за вас голосовать несколько недель назад когда слышал ваше первое выступление вот сейчас я допустим я еще в сомнениях допустим и вот когда я вижу фразу богатеем россии давно пора раскошелиться у меня сразу же срабатывает триггер на те времена мне сразу же люди вот в этих вот патронах перемотанные которые заходят и говорят о туалет отдельный это просто у вас богатое воображение но вы должны понять другое вы не слышите во первых должны слышать фразу они произносите так как вы ее произносите а второе вы должны понять смысл если 400 миллиард миллионеров в америке предложила власти увеличить налог сделать его большим ну погрессивным более прогрессивным то эти люди не кричали они богатей должны раскошелиться нет нет претензий я достаточно богатый человек предлагаю увеличить налог на доходы для богатых то это только одно понимание что богатый должен платить больше и как вы это назовете богатей должны раскошелиться или богатые должны сами прийти и помочь бедным но нет это не важно важно смысл этой фразы смысл этой фразы справедливость почему вы ностальгируете по советскому союзу потому что это было общество справедливости я не думал где найти денег для того чтобы можно своего рабочего вылечить вы знаете какие деньги мы сейчас ставите на операции которые вообще по идее да хорошо то что человек не имел возможности покидать страну это справедливо это неправда я имел возможность покидать страну в советском союзе я съездил в чехословакию в венгрию японию побывал во франции и никто мне не препятствовал а какой процент людей могли это делать вы знаете очень многие ну парт работники я образцово вроде вас конечно же я работал за мастерскими и зарабатывал такие деньги что мог себе позволить нет 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 а вообще когда я был студентом подождите вы хотите сказать что советские люди могли спокойно передвигаться и в том числе в капиталистические страны и в капиталистические страны были ограничения но ты мог себе позволить съездить в карловы вары но нет это было если я хочу в италию съездить вы катаетесь на лыжах лучший город это доломит я хочу в италию и меня не выпускает государство это справедливо вас не выпускало государство как в китае тоже это было теперь китайские туристы заполонили весь мир подождите это справедливо я не выпускает в италии я говорю о другом я не говорю что не нужны были реформы но я говорю о другом что не надо подменять понятие а если у вас появилось желание и возможность ехать в за границу вы знаете что больше ста миллионов наших граждан не могут выехать теперь соседний город то что них денег нет а то что частного предпринимательства не было это тоже справедливо кто вам сказал что его не было вы знаете что сорок процентов легкой промышленности это были кооперативы колхоз это что не частный предмет джинсы продавался не делали напомните вы знаете как называли как называли цеховики спекулянты цеховики пик уян тот тот делал джинсы это были цеховики а теперь про — Кто продавал, тем были спекулянты. — Их надо продавать? — А, то есть, по-вашему, надо только делать. А кто будет продавать? Или надо наделать и потом сидеть на этом? — Нет. Надо, наоборот, делать и продавать. Вот это бизнесмены. А те, кто в одном месте купили, а в другом месте продали и ничего не произвели... — То есть вы хотите сказать, что частное предпринимательство было? — Обязательно, а как же? — Я здесь... — Частный общепит какой был в 80-х годах? — Ой, слушайте, столько было всяких кафе, особенно в 90-е годы. — Павел, это государственное кафе, частный первый ресторан, когда появился в Москве? — Слышали что-нибудь про райпотребсоюз? Про кооперативы, про потребкооперацию? Вы что, не слышали? Это что вы думаете, было государственное, что ли? Огромное количество... — Когда появляться столько кооперативов? — Вы знаете, это было в 60-70-е годы. — Серёжа? — Да. — И в перестройку. — Да вот здесь, в совхозе Ленина, был... — Павел, давайте посмотрим, мы точно один и тот же учебник устроили? — Конечно. — Только я более... — Или для вас какой-то особенный? — Нет-нет-нет. — Вы в библиотеке КПРФ? — Я более знающий человек. — Все, все. — Вы слышали про толпу с Горького? — На этот аргумент и закончились. Вот почему мы страна, которая вместо того, чтобы думать о будущем, все так скучают по прошлому. И фраза как раньше, фраза то, что вот тогда было справедливо, она отовсюду звучит, в том числе от кандидатов в президенты. — Значит, вот, Юрий, давайте разберёмся. Если эта фраза, как вы говорите, звучит отовсюду, значит, скорее всего, это правда. Согласны? — Нет. — Почему? — Но... — Если все вам будут говорить, что сегодня... — Путина, если Путина выбираете президентом, это значит, он хороший президент? — Еще раз. — Значит, это правда, он хороший президент. — Вы не путайте. Еще раз. Если он устраивает большинство граждан, то любой человек хороший. Другое дело, что у нас люди часто заблуждаются, да? — А, так вы сейчас сами сказали, что люди часто заблуждаются. Могут ли они заблуждаться во фразе, как раньше? — Во всем они могут заблуждаться, но вы должны понимать, когда ты сравниваешь две вещи, то, как правило, ты все-таки выбираешь лучшее. Если сейчас любого человека остановить и сказать, как вам лучше? Бесплатная медицина и медицина за деньги. Бесплатное здравоохранение и здравоохранение за деньги. То, чтобы вы, выходя на пенсию, знали, что пенсия вам обеспечит безбедную старость, и пенсионеры тогда еще помогали родить детям своим — это тоже правда. И вот тогда было общество справедливости, и поэтому об этом тоскуют люди. Конечно, там было много негативного, никто в этом не говорит, вы упомянули выезд за границу, но мы были великой державой. И когда мы выезжали за границу, с нами все считались. И никто не мог заставить наших спортсменов отлучить их от Олимпиады. Такого просто не могло быть, потому что мы были сильной и справедливой страной. И огромное количество людей хотели учить русский язык и жить вместе с нами в мире. Партия КПРФ и Геннадий Зюганов всегда критиковали только Медведева. Неправда. Когда они критиковали Путина? А вы посмотрите выступление Геннадьевича Зюганова и многих коммунистов на парламентских слушаниях. Ну это такая же критика, как шлепают во время любви. Подождите, подождите. Ситуация с Министерством обороны Сердюков. А необходимость расследований коррупционных, которые предлагали коммунисты «Един Россия» забаллотировала. А где Путин здесь? Подождите секунду. Вы должны понимать, что вот я, вы знаете, вот я директор совхоза. Да. И вы можете обвинить во всех бедах в совхозе меня, хотя это не совсем правда. Вот тут за этим зданием стоит лес, где мои работники для того, чтобы из леса не выезжали на машинах и не катались по зимам, перекопали в лесу дорогу. Но они перекопали не на въезде в поле, а гораздо глубже. И мы получили предложение заплатить США в 250 тысяч. Они не хотели, но у них так получилось, что они лесные земли нарушили. Так вот я вам скажу, что я им не давал такой команды. Но они хотели из лучших побуждений сделать что-то хорошее. А вы думаете, что все плохое, что происходит в этой стране, это виноват президент? А кто фальсифицирует продукцию и травит наших людей всякой гадостью? Это что, президент? Я же не предлагаю ругать его за все. Подожди секунду. Я просто хотел… Вот смотрите, я как человек выбираю, за кого же голосовать. И вот есть практика РПРФ, который говорит «Мы — оппозиция власти». А в чем оппозиция? Если со стороны это выглядит очень просто. Пацанам дала возможность играть в оппозицию, и разрешено. Вот есть Дима Медведев, его можно критиковать. А главного критиковать нельзя. И поэтому, когда появляется расследование панамских офшоров, когда появляется виолончель, когда появляются какие-то подозрения, а может быть что-то не так, и у первого лица партия КПРФ молчит на этот счет. Нет. Она предлагает различные парламентские расследования. А знаете, кто голосовал против закона, который позволил друзьям Путина не платить налоги в этой стране? Кто? Единственная фракция — это КПРФ. И как запретили? А вы знаете, что большинство, к сожалению, принадлежит не партии, которые борются с коррупцией, а другой партии? Вы об этом не знаете? А что у нас решения все принимаются большинством? И поэтому давайте так. Каждый работает в силу своих возможностей, но если у тебя украли победу, например, фальсифицировав выборы, благодаря тому, что такие, как вы, не пришли на выборы, то в результате… Я хожу на выборы всегда. И голосуете? Да, конечно. И за кого? Сейчас я выбираю. А что вы боитесь? В 2016 году за кого голосовали? Я голосовал за партию Яблоко, но я делал это лишь бы за кого. Ага. Лишь бы за кого. Вам нужно познакомиться с нашей программой и голосовать за КПРФ. Спасибо. Спасибо. Я в процессе выбора. Ну хорошо. Потом, когда в марте встретимся… Смотрите. Но про Путина вы не вспомнили все равно. Я вспомнил. Друзья, олигархи… Почему? Хорошо. На ваш взгляд, давайте коротко ответить, да или нет. То есть, по-вашему, КПРФ – это не карикатурная оппозиция? Вы посмотрите, какие предложения… Неуправляемые. Неуправляемые. Неуправляемые оппозиции. Слушай, если фракция постоянно вносит предложения, которые не поддержаны… И которые не принимают. Да. Это что, вы считаете, карикатурные? Ну, я считаю, что оппозиция – это когда Зюганов, лидер партии, выходит и начинает просто как на баттле по фактам разбирать своих политических конкурентов, не боясь, называйте меня. Александр Ильич, вам нужно… Никогда самоцензура. Вы говорите про самоцензуру. Вам нужно… И тут, когда выходит Геннадий Зюганов к трибуне, это, кстати, очень редко происходит в последнее время в паблике, по крайней мере, я не вижу… Я вижу самоцензуру. Эта самоцензура просто как красный цвет со значка сияет и идет в эфир. Почему мне так кажется? Потому что вы не смотрите выступления Геннадия Ильича Зюгана. Вам нужно чаще смотреть эти выступления в Государственной Думе. Тогда вы поймете, что на самом деле это не так. Очень часто в своих выступлениях вы оперируете термином «друзья Путина», обвиняя их, по сути, в воровстве. Давайте назовем имена этих друзей. Вы возьмите перечень людей, которые входили в кооператив «Озеро». Ага. Прочитайте его. Вам многое станет ясно. То есть людей из кооператива «Озеро» вы считаете… Возьмите список людей, которые работали с Владимиром Владимировичем в мэрии. И вы узнаете, кто это такие. Игоря Сеченова имеете в виду? Нет, он в мэрии, кстати, не работал. Он секретарем Путина был? Ну, это было несколько другое. А вот Миллер, Шувалов. Ну, там много в списке имен, которые являются друзьями Путина. Ротенберги. Вы должны… Нет, Ротенберги не уходили… Они были в кооперативе, но они друзья Путина. Подождите, я сейчас вам о другом говорю. Вы должны понимать, что мы живем в обществе, где правит закон. Да. И для того, чтобы кого-то обвинить в чем-то, нужно сначала провести расследование, доказать, а потом в суде доказать, ну, что эти обвинения имеют место быть и действительно происходили. И поэтому до решения суда, если мы с вами строим общество закона, никого обвинять в чем-то нельзя. Но у меня вызывают сомнения, что за счет собственного ума, способностей люди стали получать огромные доходы от богатств, которые принадлежат всей стране. И первым пунктом нашей программы является то, что нужно национализовать все сырьевые, ну, стратегические объекты и все деньги, которые попадают в страну от продажи сырьевых ресурсов, ну, и там, многого другого, вернуть в бюджет. Норвегия, например, получает практически все доходы от продажи газа в бюджет. Она говорит, если вы возьмете Китай, то все стратегические ресурсы принадлежат государству. И они на эти деньги, инвестируя их в производство, в людей, в пенсии, сделали жизнь своих людей, ну, достойной. Оцените, пожалуйста, как топ-менеджер, деятельность топ-менеджера Игоря Сечина. Я бы его уволил. Почему? Ну, потому что компания, которой он руководит, она неэффективна. Она огромные средства заняла за рубежом и продолжает это делать. Она говорит, и наживается в том числе на нас. Вы слышали, что при цене на нефть, которая падала, у нас дорожала бензин и солярка. Это единственная страна в мире, которая таким образом добилась успехов одной компании. Она говорит, а на самом деле… Вы проросли нефти. Ну, конечно. И поэтому я считаю, что наживаться на людях нельзя. И вот одновременно с этим, знаете, что везде, без исключения, где есть нефтетокая добыча, цена на бензин гораздо ниже среднемировой. А мы приближаемся к этой цене. Три главные ошибки Путина, на ваш взгляд. Вы знаете, что сильная сторона нашего президента стала его слабой стороной. Что вот этот принцип «своих не сдаю» стал проблемой. Он действительно человек честный. Еще. Вы про это говорили. Да. Еще. Я считаю, что у него не хватает жесткости к тем людям, которых он назначил. Потому что видно, что правительство не справляет со своими обязанностями. А он никак не может найти все силы уволить их и найти нормальных профессиональных менеджеров. Ну, вы хотите сказать, что он никак не уволит Медведева? Не только Медведева. Посмотрите, какое количество непрофессионалов работает и в правительстве, и в других структурах. Угу. Но если у них ничего не получается, то руководитель, вот я, например, если я беру агронома, ставлю его на работу, а у него все время не урожай, я рано или поздно должен принять решение по нему, да? Угу. А вы посмотрите, что творится. Третье. А третье, я считаю, что он должен доводить все до конца. Нельзя быть, ну, беременным наполовину или прыгать в пропасть через два прыжка. И если ты сказал, что, например, мы поддерживаем наших русских на Донбассе, ты должен это сделать. Если ты сказал. Если ты сказал, что ты поддерживаешь, ну, допустим, защищаешь своих спортсменов, то ты должен делать до конца. И дать, кстати, оценку. Вот вы видели, что произошло? Я считаю, что во многом от беды наших спортсменов, ну, высоких достижений, от ошибок власти. Они были, ну, честно, преданы своей страной, своими чиновниками, потому что страна их не предала. А проверен до конца. То есть это что значит в контексте Донецка и Донбасса? То есть просто Донецк и Луганск присоединить к России? Или это сделать, но... Вы бы что сделали? А я уже говорил неоднократно, что я бы, наверное, все-таки дал, признал бы их независимость. Независимость? Конечно. Кто виноват в войне на Украине? Ну, тут сложно. Я всегда говорю, что в споре вина от умнейшей, но я думаю, тут однозначно не ответишь. Путин виноват в войне на Украине? Ну, в споре вина от умнейшей. И если Владимир Владимирович умнее, чем другие, то он должен был каким-то образом избежать от этого. Но если уже это получилось, то надо стоять до конца. Допустим, вы не выигрываете выборы. Вы вряд ли вы... Вы не выигрываете выборы. Вот тут вы, кажется, неправы. И Путин говорит, Павел, давай ты будешь моим премьер-министром. Ваш ответ? А я скажу, Владимир Владимирович, а на каких условиях? Понимаете, если вы будете точно так же, как и в прошлом своем периоде правления, давать возможность вот этим газовым монополистам, нефтяным монополистам командовать. Если у нас будет такая же система, которая была сейчас создана, когда правоохранители борются между собой, а не с преступностью. Когда вы не поддерживаете отечественное производство, то я не буду. Но если вы мне доверите, дадите вот вам доверие, и не будет никто лезть в экономику. Есть же программа. Смотрите, так не происходило 17 лет. Так. И вдруг он вам обещает это спустя 17 лет. Вы реально поверите? Мне нужны гарантии. Какие? Расписка? Когда Ельцин вызвал Примакова, у них тоже был примерно такой же разговор. Ельцин пошел на все предложения Евгения Максимовича Примакова. И в результате страна, помните, это был 98-й год, дефолт, разруха, за год или полтора совершенно изменилась. Производить стало выгодно, задышали трудовые коллективы, заводы заработали. Это все можно сделать. Но для этого надо поменять принципы, экономические принципы хозяйствования в стране. Так какие гарантии? Как Ельцин Примакову расписку писал? Или как? Или был какой-то смотрящий, который... Нет, они о чем-то договорились. Я могу вам точно сказать, что они о чем-то договорились, но не могу сказать о чем. Потому что, судя по тому, что я знаю, Евгений Максимов получил в этом доверие. А что для вас будут гарантии? Еще раз, человек 17 лет управляет сам. Он привык, что все заточено на нем. Я приду не один, а со своей командой. Я назначу министров. Я разберусь, мне дадут возможность разобраться с тарифными компаниями. Я начну проводить в нашей стране ту политику, которая записана в 20 шагах. Навальный будет в вашей команде? Да. Еще раз, все люди, которые хотят хорошего будущего в моей стране, будут в моей команде. Кем мог бы работать у вас Навальный? Ну, кем угодно. Вы понимаете, что... Ну, кем? Ну, например, руководителем счетной палаты Российской Федерации. Или, например, контрольное управление президентом. Но, опять же, я больше сторонник приглашать на работу тех, которые что-то умеют делать. Которые не популисты, которые не кричат, а больше вот сказать, вот знаете, у меня это получилось. Вот я могу сказать, что у меня многое получилось. Вот мы строили территорию социального оптимизма и построили ее. Вы сегодня были в школе. Видели, что у нас происходит на улицах. Ну, можете поговорить с любым пенсионером. Ну, кроме оголтелых людей, которые купили за деньги. Они там каждый, как только начинаются выборы, начинают с нами бороться. Ну, их там пять, шесть, ну, может восемь человек. Вот и все. Но все остальные говорят, что мы тут построили территорию социального оптимизма. И есть много таких людей. Представляете, вот Геннадий Андреевич, пример, народные предприятия. По всей России разбросаны предприятия, которые на основе, кстати, принципов социализма строят свои отношения с рабочими, в коллективе. Я тут был в Башкирии. Это Майзенский район, мясокомбинат Савва. Представляете, ребята сами создали бизнес. Причем я сказал, что я таких мясокомбинатов не видел из-за границы, хотя я действительно много посетил. Знаете, куда вкладывают деньги? В спортсмены, в детей, в бесплатные секции. Ребята красавчики. Подожди, сколько таких людей в стране? Почему нельзя сделать так, чтобы они стали руководить совхозы? Да, если укоротить. Так, а Навальный он тот, кто умеет что-то делать или нет? Надо дать ему возможность раскрыться, а потом посмотреть, что он умеет. Пока я не видел, ну кроме, конечно, возможности захватывать ему молодежи, я пока не видел. Но он, кстати, судя по всему, так преуспел в раскрутке своей персоны не хуже вас. Финиш. Вот смотрите, Павел, вы говорите очень много правильных вещей. И в принципе, если не вдаваться в подробности, что тут с вами землянику собирает Жириновский, а в вашей команде политические трупы есть, прям реально мертвецы, которые ходят и тоже собираются во власть. Вот если это за скобки вынести, вы реально крутой мужик. Но нахрена вам все это? Зачем вы полезли в президенты? Для того, чтобы репутация, которая была сделана раньше, она была под сомнением. И для того, чтобы, по сути, быть спойлером очередных выборов имени Владимира Путина. Объясните мне, зачем? Я уже как-то отвечал на этот вопрос, я сказал, что, знаете, за державу обидно. Вот хочется сделать что-то такое, чтобы потом тебе сказать, слушай, вот ты молодец. Ты сделал так, что люди стали жить лучше. А вообще, на самом деле, если не ты, то кто вообще должен это делать? Почему-то все считают, что кто-то должен прийти и сделать за тебя. Подождите, ну а что вот вы сейчас делаете? Вы наберете, вы в лучшем случае будете где-то недалеко от Жириновского. Либо обередите его, либо проиграете его. Нет, вы не правы. И что? Как вы ответите после этого на вопрос, что вы сделали для державы? Если это было бы так, то сейчас бы ушат и грязи на меня не лились. Я стал почему-то опасен. А если вы увидите, как много людей поддерживают, особенно после моего выдвижения, не только КПРФ, вообще все вот левые силы, вы обалдеете. Но даже на прокремлевском радио я с первого раза набрал 45% против 50-ти Путина. И поэтому я с вами, как и многие другие, не согласен. Если вы все придете на выборы, а вы правильно проголосуете... Я же крутой мужик, вы же сказали, да? Коротко скажите, коротко. Выборы честные сейчас? Нет. Ну так а зачем вы идете в игру? Потому что хочу, чтобы они были честными. Ну и как это станет честным? Вас отрубили от телеэфиров. Вы в конце декабря были на интервью на всех каналах. Вы их прошли. Даже Владимир Соловьев с вами любезничал. Был вполне позитивно настроен. А потом я стал опасен. Что-то пошло не так. А что? Что? Я не знаю, что пошло не так. А я вам расскажу. Допустим, вы стали популярны. Так. И побоялись, и вас закрыли. Ну? Но это доказывает то, что выборы нечестные. И если вы на них пошли, то вы либо, извините, глупый, либо вы спойлер этих выборов. И у вас есть какой-то сговор с теми, кто эти выборы организовывает. А третьего не дано? Ну а скажите мне третью. А давайте я вам третью версию расскажу. Третью версию? Вы наивны и не представляли, что так будет? Нет. О да, я готов поверить, что человек, который 23 года управляет предприятием и говорит, что он с рейдерские захваты отбивает, что он такой наивный. Ну конечно. Подожди секунду. Я же не говорю, что я наивный. Я говорю, что вы ошибаетесь. Я говорю о том, что есть такое понятие, как революционная ситуация. Когда низы не могли, а верхи не хотели. И сейчас создается такая ситуация, когда уже не могут люди жить за чертой бедности. Они не могут терпеть вот это бесправие, коррупцию. И они должны прийти на выборы. И только легитимным путем выборов, а никто другого не придумал, можно изменить ситуацию в стране. И напротив сидят меня, ну не вы, а люди, которые говорят, не ходите на выборы, пусть они сами все фальсифицируют и дальше еще будут править. И вот в этом наше расхождение. Я считаю, что только придя на выборы, люди могут изменить свою жизнь к лучшему. Надо было брать бабки, конечно, за интеграцию рекламную. Потому что вы сказали это 10 тысяч раз сегодня на интервью. И получилось как реклама. С кого бабки-то брать? Мы бы пополам поделили бы с вами. Ваша цитата. «Я никогда не был ничьей марионеткой. Детьми клянусь». Это ваша цитата. Да. А давайте, раз вы употреблили, то есть я не употребляю эту фразу, но раз вы употреблили, то это вполне легитимно. Поклянитесь, пожалуйста, сейчас с детьми, что вы не в сговоре с администрацией президента России. Клянусь. Надо произнести полностью. Я клянусь, что никогда не вступал в сговор ни с Госдепом, ни с Кремлем. Я клянусь своими детьми. Смотрите, если вы наберете 10%, например. Это, на мой взгляд, очень высокая планка, но все равно. Давайте придумаем что-нибудь, чтобы вы могли сделать такого веселого, если вдруг такой результат случится. Вы готовы сбрить усы? Если такой результат случится, то я буду расстроен, потому что мы, на мой взгляд, наберем гораздо больше. А вот если мы наберем сразу 60%, то я буду решать, думать, что это результат справедливый. А усы всем сбривать не буду. Это совсем не нужно. А потому что это не имеет никакого смысла. Я всю жизнь хожу с усами, и почему я должен меняться? Ну, это была отсылка к тренеру Газаева, если вдруг. Но если я наберу 15, вы пострижетесь на ус? 15? Да. Нет, я готов на спор. Но больше 15. Если я наберу больше 15. Стоп, стоп, стоп. Смотрите. Я готов на следующее. Если вы набираете больше 15, я брею с на лоса. А если вы набираете меньше 15, вы сбриваете усы. Тогда да, я готов играть. Договорились. То есть вас никто никогда не видел без усов? Никто. Готовьтесь, ребят. А вы видели его лысым? Он скоро увидит. Очень кривой череп, это очень некрасиво. Но зато вам придется это сделать. Блиц. Серия коротких вопросов. Лучшая страна в мире для отдыха. Знаете, я очень люблю кататься на лыжах. Я очень люблю горы. И летом, и зимой. И поэтому, если у меня есть свободное время, а летом я не могу ездить, но все-таки директора совхоза, то я еду кататься на лыжах. Вы Новый год отмечали в Германии. И еще и публично об этом заявили. А что в этом такое? Да, это нормально. Каждый свободен передвигаться где хочет и все остальное. Но вам не кажется, что вот именно политически это было немножечко неправильно? А почему мы должны все время подстраиваться под чужое мнение? Если отдых в Сочи в несколько раз дороже и менее комфортный, почему я должен тратить большие деньги, хотя я хотел сэкономить? Монархия или революция? Социализм. Путин или Навальный? Грудинин. Нет, надо ответить на... Нельзя. Почему? Потому что ни одно, ни другое. Из двух золов не надо выбирать что-то одно. Сельское хозяйство или новые технологии? Новые технологии в сельском хозяйстве. Если вы приедете в нашу ферму, поймете, что там роботы четвертого поколения, и там вообще нет людей. И поэтому сельское хозяйство только с помощью новых технологий. За какую сборную вы будете болеть на чемпионате мира после вылета сборной России? Вы знаете, я вообще футбол не очень люблю. Особенно российский футбол, потому что считаю, что там эти мигранты, они фактически не дают возможности развиваться нашему спорту. Вообще больше я люблю физкультуру и детский спорт. И когда две команды совхоза «Медленина», одна из детского сада «Земляничка», а другая из детского сада «Замок детства» играют, вот это для меня лучшее спортивное состязание. Реально из детского сада «Земляничка»? Да. Сталин или Гагарин? Ну, это выбор очень интересный. Я думаю, что все-таки Сталин, потому что если бы не было Сталина, Гагарина бы не было точно. Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Здравствуйте, Владимир Владимирович. А дальше? Смотри, какое время. Вот я, например… Допустим, завтра. Ну, значит, ну, в ваших силах сделать нашу борьбу честной. Борьба мужчин – это не борьба детей, там, грязи. Но я абсолютно убежден, что это не он. Что ему нужно просто сказать своим подчиненным, чтобы они вели себя пристойно. Хотя многое из того, что сейчас делается, делается с ведома власти. Что значит «не он»? Вы слышали такую фразу «услужили в ведуах опаснее врага»? Да, конечно. Еще раз вернусь к тому, что… Еще царь хороший, бояре плохие. Нет, не так. Есть несколько категорий людей, которые пришли во власть, но готовы разбиться и сделать что-то такое, чтобы только, ну, скажем так, их заметил руководитель. И этих людей надо останавливать. Таких, кстати, есть и в совхозе. Значит, и в любом коллективе есть такие прилипалые, подлизы. То есть Путин не виноват? Я не говорю, что он не виноват. Я говорю, что руководитель должен, он должен делать так, чтобы у него в предприятии, в стране больше было добра и больше было честности. Вот. Но обвинять руководителя во всем, что происходит на предприятии или в стране, бессмысленно, потому что… Помните эту фразу? Сталин, конечно, может быть, в чем-то был неправ, но кто-то написал 5 миллионов доносов? Вы можете говорить все, что угодно, но вот такие вещи, которые происходят в нашей стране, точно не поддержаны президентом. Другое дело, что сильная власть… Не было бы Сталина, некому было бы писать. Вы что имеете в виду? Ну, если бы не было человека, который в страхе держал всех этих слабеньких, которые стучат, доносят, то и писать бы некому не было. Вы жертва пропаганды, Юрий. Еще раз. Мои дедушка и бабушка жили при Сталине, и никакого страха у них не было. И это значит, это отменяет другое? Это не отменяет ничего, это говорит о том, что если кто-то боится, что его схватят за то, что он предал Родину и расстреляют, то это не значит, что человек, который дал такую команду, не прав. Павел, что вы нам подарите на конкурс? Ну, самовар, например. А, вот этот? Да. Только баранки останутся здесь. Но они муляжные же. Нет, баранки настоящие, живые. А вот самовар можно… Самовар. Друзья, конкурс, даже не столько конкурс, сколько задание. У Павла Грудинина есть репутация человека, который стал супергероем в своем конкретном населенном пункте. И понятно, что этот супергерой дружит Жириновский. Общается с Жириновским, как мы узнали. Даже пускай этого собирает землянику сюда. Ну, ладно, это на вашей совести оставим. Наверняка в России есть много локальных героев, которые живут где-нибудь вдали, про которых тоже можно сказать, что это локальный супергерой. Напишите в комментариях про какого-нибудь крутого мужика или, может быть, даму, которая живет рядом с вами или про которых вы слышали. И обоснуйте в трех предложениях, чем он крут. Мы выберем самую удивительную историю, разумеется, проверив, что это не просто придуманная чья-то фантазия. И вручим вот этот самовар. Павел, спасибо. Спасибо. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Юрий будет дуть, дуть, yeah.